Ровно 144 года назад знаменитый русский поэт Фёдор Тютчев написал стихотворение популярное до сих пор. Я встретил вас, и всё былое в отжившем сердце ожило. Музыку на стихи написали 10 лет спустя, после смерти поэта. Но до сих пор не выяснено, кто же всё-таки автор первой аранжировки. Этот романс дожил до наших дней, не теряя популярности в кругах высшего света позапрошлого столетия и получил заслуженное звание любимого народного романса в наше время. Мы поинтересовались у анапчана, гостей курорта, помнят ли они эти стихи, романс и историю его создания. Что вам говорят вот такие струхи «Я встретил вас, и всё былое»? Уважаю, что сердце ожило. Забыла. А вы, знака, что это такое? Стихи, прекрасные стихи, о которых стоит только мечтать, замечательные. А кто написал эти стихи? По-моему, Пушкин. Проза какая-то, стихи. А чьи? Вот не знаю, к сожалению. А вот ваша супруга? Наверняка знает. Я встретил вас, и всё былое. Что это, по-вашему, стихи, чьи? Я не помню. Но это классика, однозначно. Не Пушкин. Романс исполняет Шаляпин. Бартолей. Кто написал? Жуковский? Не знаю. Но это знаменитый романс на стихи Тючева. Пушкин? Нет? Тючев. Ой, да, да, это же классика наша, да. Популярный романс исполняют многие исполнители. Тючев. Замечательный наш русский поэт. Романс, который, по-моему, знают, любят все. Но, правда, путают его с некоторыми нашими поэтами. Пушкиным, Лермонтовым. Дорогие друзья, это Тючев. И первый романс, первый этот романс исполнил, по-моему, Козловский. Это романс. Второй исполнитель первый. Тючев. Я встретил вас, и все былое, в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и в сердце стало так тепло. Федор Иванович Тючев посвятил эти стихи 62-летней баронессе Амалии Крюденор, будучи сам в возрасте 66 лет. Они не виделись почти полвека, но трепетные чувства он пронес через всю жизнь. В этих стихах он вспомнил первую любовь к первой красавице Мюнхена. И Амалия не забыла русского поэта, дипломата, философа Федора Тючева. Она появилась у постели поэта, уже разбитого пролечом, и все былое ожило в его отжившем сердце. Это последнее, одно из самых сильных, по выражению чувств, произведений русского поэта.